Что не так с Санкт-Петербургом? Начнем с названия. Пожалуй, многие знают историю Петра I. Но немногие в курсе, что на греческом «петрос» означает «камень». Возможно ли, что Петроград назван не в честь его основателя, а в честь материала, из которого он изготовлен? Если верить официальной информации, город был основан в 1703 году. Но то, что основан он был в самом худшем месте из возможных в регионе, об этом нам никто никогда не рассказывал. Посудите сами. Квакающие болота на берегу, огромные лужи глубиной полтора метра. Что может быть романтичней? Разве только бешеная река, несущая свои воды через болото, в лужу, со скоростью нескольких метров в секунду, вздымающаяся ввысь при каждом маломальски сильном встречном ветре. Почти ежегодно, часто ближе к январю, безжалостно затапливая всех лягушек. Вот это действительно редкостное везение. Шаг влево, шаг вправо, и ты уже на твердой сухой почве. Куда не доходит регулярное поднятие вод. Но Петр не искал простых путей. Нижние этажи зданий решено было закладывать глубоко под землей. В качестве основного строительного материала чуть ли не впервые на Руси использовали массив гранита, напиленного огромными кусками, уложенного иногда даже полигональной кладкой. Это когда каждый камень имеет совершенно оригинальную геометрию, не похожую на геометрию соседних камней. Итак, наш молодой царь заковывает бурную Неву, строит дома, каналы, дворцы, храмы, целый город, ставит крепости, форты, водные артерии со шлюзами. И все это под носом у злейшего врага Швеции, с которой идет ожесточенная война. В 120 километрах от Новгорода, ближайшего русского форпоста, а до него 30-40 часов пешком, без остановки. Имея в арсенале телеги и ручной инструмент, практически не имеет дорог. Да он настоящий герой. До него в таких масштабах этого не делал никто на Руси. Он был последним царем России и первым императором Российской империи. Когда я спрашиваю людей, сколько, по их мнению, в Санкт-Петербурге установлено памятников Петру, все как один отвечают, что их должно быть великое множество. Почему этому герою в его городе до 20 века было установлено всего два памятника и один дуст? Елизавета, дочь, не поставила ни одного. Первый, медный всадник, установила внучка Екатерина лишь в 1782 году, спустя 57 лет после смерти дедушки императора. В потрясающей скульптуре, установленной на постамент весом более полутора тысяч тонн, а это суммарная грузоподъемность 27 карьерных Белазов или 115 самосвалов КамАЗ, голова всадника резко контрастирует с остальной композицией. Написано, что голову доделывала ученица после смерти мастера. Именно поэтому она смотрится немного неестественно. Второй из установленных памятник был отлит еще в 1747 году, спустя 22 года после смерти Петра. После этого в течение 35 лет производилась чеканка и устранение мелких недостатков литья. В итоге внучка не нашла во всем городе места, куда его поставить, и подарила очередному фавориту. А тот засунул монумент в амбар, и про него забыли на 53 года. И только в 1800 году, через три четверти века после смерти, в Каменном городе был торжественно установлен второй памятник последнему царю и первому императору Российской империи. И еще сто лет после этого никто не украшал публичные места Каменного города фигурой основателя. Только в 1875 году поставили бюст в честь 150-летия со дня смерти. И лишь в начале 20 века, аккурат перед Первой мировой, интерес к персоне Петра Первого резко возрастает, и возникает еще несколько памятников. Их устанавливает пра-пра-пра-пра-правнук Николай Второй и переименовывая Санкт-Петербург в Петроград. Петра на латыни скала. Петра по-гречески камень. Скала и камень – это основной материал строителей Петрограда. Невероятно твердый материал, очень тяжелый в обработке. Один кубический метр весит почти 3 тонны, как полторы бортовые газели. А перевести этот куб на такой газели нельзя. Он на треть превышает допустимые нормы. И уже в начале эры фотоаппарата каменный город закован в гранит по всему центру. Посчитав длину каналов и Невы, получаем примерно 55 километров. То есть это 110 километров гранитной набережной. Видим 3 метра кладки над водой и прибавляем еще 3 вниз. Это 660 тысяч квадратных метров качественнейшей гранитной облицовки. Если взять минимальную толщину в 60 сантиметров, а во многих кладках она значительно толще, то получается 400 тысяч кубометров гранита. Общим весом более 1 миллиона тонн. По современным ценам, одна только закупка сырья обошлась бы бюджету в реальные 13 миллиардов рублей. Совершенная загадка, как в таком количестве были добыты, обработаны, доставлены и уложены эти глыбы. До 1900 года город просуществовал 200 лет или 73 тысячи дней. Даже если представить, что работа шла каждый день без выходных, то для нужд одной только набережной за один день нужно было располосовать Петрус-скалу в ближайшем карьере на Петрос-камень, превосходно его выровнять и отшлифовать. Доставить Петрос от Петры в Петроград. И, наконец, уложить блоки стык в стык без применения раствора в количестве 15 тонн в день. То есть нужно было перерабатывать на стройку одной только набережной. Почти 500 тонн гранита ежемесячно в течение 200 лет, не прерываясь ни на войны, ни на зиму, ни на что вообще. И это не считая ни единого здания. Ни Эрмитажа, ни Исакия, ни тысяч других колонн. Вот для сравнения массы некоторых элементов в пересчете на современные КАМАЗы. КАМАЗ может перевести 13 тонн груза. Под куполом Исаакиевского собора на высоте 43 метра установлена колоннада. Каждая колонна весит 64 тонны. Для ее транспортировки необходимо привлечь 5 КАМАЗов. Даже знаменитый БелАЗ не потянет такой груз. Каждая нижняя колонна 116 тонн. И только 9 КАМАЗов способны перевести такой вес. Суммарный же вес всего собора составляет 600 тысяч тонн. Для его доставки на стройку потребовалось бы совершить более 46 тысяч рейсов. По меркам 19 века это 800 тысяч телег. 72 телеги ежедневно в течение 30 долгих лет. За световой день каждый час должно разгружаться 7 телег камня в любую погоду при отсутствии дорог. Примечательно также, что документы указывают, что в строительстве Исаакиевского собора принимало участие 400 тысяч человек. И из них погибло 100 тысяч каждый четвертый. Красная площадь в Москве вмещает плечом к плечу 80 тысяч человек. Во время минских протестов можно было увидеть лавину из людей. Представляете, всех их на 30 лет отправили на стройку, где изгубили. А общество спокойно приняло эту норму. Если мы действительно верим в официальную историю, то нам придется признать наших предков чудовищами. С одной стороны будет свирепство чудовищное. Преступная жестокость и безнаказанность, подобное людоедам, когда с одной только стройки в центре столицы ежемесячно в течение 30 лет в Неву скидывали около 300 трупов погибших рабочих. С другой стороны мы увидим такую же чудовищную покорность. Зная историю революции 1917 года, когда всем людоедам пустили по пуле в затылок, мы понимаем, что мы потомки этих самых крестьян, которые десятками тысяч гибли на стройках культовых сооружений и роскошных дворцов для знати и ничего не могли и даже не пытались с этим поделать. Именно такой образ предков вместе с другими странными и противоречивыми образами последние несколько поколений впитали еще в школе, как истину в последней инстанции, не имея возможности ее проанализировать и ей возразить. Но что, если мы представим, что такого не было? Что люди в Лаптях в первой половине 19 века не строили молотками Исаакиевский собор? Каменный город стоял на этом месте давно, еще до Петра. Болотом называли, нанесенный недавним глобальным потопом Ил. У Петра не было выбора, где и как строить. Был выбор только, как именно соврать потомкам. Новая власть постепенно и неотвратимо переписывала историю, воспитывала писателей, поэтов, уже сначала цензуру, контролировала весь печатный информационный поток и периодически его редактировала. Представим, что вся мощь государственной машины была по тем или иным причинам направлена именно в этом направлении. На картине главного архитектора Августа Монферрана, зарисовавшего производство колонн для Исаакиевского собора, изображена обработка камня на открытом воздухе в карьере примитивным способом, без помощи механизмов молотком по граниту. Я показывал, что это такое в нескольких фильмах, ссылки в описании. Скажу лишь, что это крайне непродуктивный труд, потому что есть ощутимая разница в твердости между гранитом и современным железом. И она совсем не в пользу железа. Сталь, хоть как-то приближающаяся по твердости к кварциту, и сегодня стоит дорого, а тогда еще не производилась. Например, высокоуглеродистый, цельнокованный с двойной закалкой геологический молоток стоит 7800 рублей. Но и он выстоит недолго, исходя искрами от столкновения с кварцитом, одним из основных компонентов гранита. При этом кварцит от удара раскалывается по произвольной траектории, как стекло. В Эрмитаже, в котором на идеально отполированных поверхностях из природного камня нет никаких следов ни от инструментов, ни от абразивов, стоят изделия тех же времен и ранее, выполненные целиком из кварцита. И при этом их геометрия совершенно, безупречна и точнее, чем кузов нового Роллс-Ройса. Можно ли вручную отполировать камень до состояния зеркала? Конечно, можно. Можно ли примитивными инструментами создать и удержать правильную геометрию изделия с самой сложной формы? Наверное, можно. Можно ли сделать и то, и другое одновременно? А вот это нет. Это абсолютно невозможно с камнем. Даже в наши дни используют технический арсенал 21 века. Так чем заняты эти карлики в одинаковых шляпах на столь детальных литографиях Монферрана? Карлики, потому что диаметр больших колонн Исаакиевского собора не превышает 180 сантиметров. И это приблизительно средний рост обычного человека. Но гораздо выше мужичка с молотком. Это видит даже Монферран. Если разобрать, то лично я вижу на картине две цилиндрические заготовки, за которыми стоит длинный деревянный помост. А за ним перед стеной карьеры есть промежуток. Оттуда по лестнице на помост поднимается мужик. А куда молотками бьют вот эти люди? В пустоту? Друг по другу? А в стол? А этот полирует что ли? Тряпочкой? Песочком? Это вот эти-то колонны, на которых ни вмятинки, ни царапинки нет, но зато на каждой есть типичные следы от токарного станка. Именно такая рябь на поверхности от резца является доказательством применения подобной технологии при изготовлении таких массивных изделий сложной геометрической формы. При этом то, как контролировалось соблюдение безупречной точности полировки, остаётся неразрешимой загадкой. Лишь одно мы можем сказать точно, что ни молотком, ни тряпкой добиться такого результата абсолютно невозможно. Японцы, например, с древних времён и по сегодняшний день являются одним из лучших примеров кропотливой искусственной ручной работы. Но ничего подобного мы не увидим среди японских изделий той эпохи. И вообще ручной труд именно и отличается тем, что мы всегда видим следы от него. А машинная обработка – это массовое производство однотипных деталей высокого качества, на которых следов либо нет, либо они едва различимы, часто с применением высокоточного электронного оборудования. Электронный микроскоп тоже не смог пролить свет на секрет тряпочки из XIX века. С помощью микроскопа видно множество мельчайших царапин, одинаковой ширины и глубины, идущих не только параллельно друг к другу, но и в самых разных направлениях. А иногда одна царапина выходит из другой в виде буквы «Т». Все это никак не сопоставить с теми технологиями, инструментами и машинами, которые нам без малейшего стеснения вывалила официальная история. И что с точки зрения ее адептов не вызывает даже малейших сомнений и не требует никаких доказательств. Отдельного внимания заслуживает история с водными путями, сотни километров которых прорыли за сто лет. Причем первый был проложен еще Петром Первым в начале XVIII века, но с годами он, видимо, зарос. И потому его праправнук Александр Первый прямо перед войной с Наполеоном по-быстрому проковырял рядом второй канал. Нет, нет, он не стал заморачиваться с расчисткой, расширением уже существующей водной артерии. Это как-то не по-имперски, мелочно. Зато он умудрился не оставить никаких следов изъятого грунта и даже проходил насквозь огромные озера. Да, да, прямо вот так, оставляя аккуратную кромку земли над поверхностью воды, сохраняя точную прямолинейную геометрию. И все это телегами да деревянными лопатами. Председатель СНТ отлично показал, что постамент под памятником Минину и Пожарскому, процесс изготовления которого в Петербурге и доставки в Москву сохранила история, вопреки документам этой истории оказался полой внутри. Утверждали, что он монолит. Если полой окажется даже история дома Романовых, то Петроград все равно будет по праву носить свое гордое имя – Каменный город. Я не упомянул и десятой доли чудес Каменного города. Ни Бабловскую ванну, ни Александровскую колонну, ни ворота неизвестной воинской части в безлюдном переулке в центре, ни свалку постаментов в Петерговских кустах, ни фантастические гранитные форты, торчащие из вод Финского залива, и ни единого из 44 дворцов, построенных и по нескольку раз перестроенных в этом царском регионе. Но я убежден, что даже этот мизерный набор приведенных фактов должен вызывать множество вопросов и побуждать к более пристальному и непредвзятому изучению историю Санкт-Петербурга, России и всего остального мира. Благодарю за просмотр, жду ваших комментариев и обсуждения этой темы. Присылайте свои наблюдения на наши ресурсы, указанные в описании к этому ролику, и присоединяйтесь к нашему расследованию в социальных сетях. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok